Томск это город студентов, а еще необычных памятников. Здесь, например, есть памятник Рублю, памятник Волку. Ну и вот Антон Павлович Чехов, Томский глазами пьяного мужика, лежащего в канаве и не читавшего каштанку. Но мы не туристы, для нас важно другое. Томск газифицирован. И мы узнаем, какие здесь тарифы на электричество, на тепло, а еще посмотрим, как это сказалось на экологии города. Дача Юрия Рышадовича всего в 15 минутах от центра, прямо в городе. Но зимой он там не живет, заглядывает только чтобы следить за оранжереей. Раз в неделю сюда все равно приезжает вот Илья или брат. Цветы полить, посмотреть. Морозы когда большие, раз, чик-чик, добавляешь температуру и все. И он сам уже тогда регулирует. То есть у вас такой дачный домик, в котором всегда тепло? Да, да, да. Сколько вы платите в месяц за отопление? Ну, 500 за газ мы платим. И 250 электричество, потому что там же насос стоит. Здесь же идет этот, через стабилизатор. Ну, газа, перебоя не было. В планах Юрия Рышадовича превратить дачный домик в благоустроенный коттедж с душем и туалетом. На втором этаже появится еще одна теплая комната с батареей. Сколько вы заплатили за оборудование? Вот соседи, сколько они, говорите, хотят, не хотят? Ну, я... Тут я не помню. 120 тысяч, по-моему. То есть вы, несмотря на то, что это такие деньги приличные, все равно готовы платить? Не, ну, она же потом окупится. Как вы считаете, вообще хорошо, когда газ есть? Удобно? Да, газ очень удобно. Зря бояться не надо. Во-первых, экономично. И выхлопа, и гаря нету, ни угля не топится. Не топим углем, допустим. И экологически уже чище идет. В день съемок на улице мороз, около минус 20. Спросите, чувствую ли я разницу между воздухом красноярским и томским газифицированным? Мне кажется, что чувствую. Например, здесь нет запаха дыма. Ну, вот ради объективности, смотрите, сейчас начало весны. И вот это абсолютно белый снег в частном секторе. Ну, и у меня в руках датчик проекта «Красноярск. Небо». 33 показатель по уровню, по взвешенным частицам ПМ-2,5. Это низкий показатель, зеленый человечек нарисован. Население Томска 576 тысяч человек. Значительная часть территории города занята деревянными бараками и частным сектором. С Воскресенской горы, самой высокой точки и местной достопримечательности, видно, что город стоит на равнине, а из труб частного сектора не идет дым. Мы сейчас с вами находимся в самом сердце нашего города. Это Воскресенская гора. Именно здесь был основан город Томск. И это место выбрали не случайно, потому что, во-первых, это пригорок знатной высоты, с которого хороший вид открывается. А во-вторых, с трех сторон была естественная защита. В частный сектор для Красноярска очень непривычно. Вообще из труб не идет дым. Чем все отапливаются? Центральное отопление в основном. Там, где нет газа, к старым деревянным двухэтажкам часто подведены трубы центрального отопления. Но есть районы, куда коммунальные блага пока не добрались. В таких домах принято топить печи дровами, а не углем. Мы собирали даже подписи, чтобы провести ветку за свой счет. То есть готовы были сложиться всеми домами. И вы готовы платить 200 тысяч за такое подключение, если ветку подведут? Скажу вам так. А если не так, у нас что, дрова, что ли, дешевые, думаете? Какая разница в цене будет отапливать дом дровами и газом? А тут есть еще другой, как бы, интегент, что время. Представьте, сколько трачу я время, допустим, на то, что, допустим, заготовить дрова, купить дрова, сложить дрова, принести дрова, растопить печку. Я дом не могу покинуть на долгое время, потому что он останется замороженным. То есть я готов платить в месяц по 5 тысяч даже за отопление, лишь бы только, чтобы не было этих проблем. Природный газ подведен к Томску еще с советских времен. Но активная газификация потребителей началась примерно 10 лет назад. Томск газифицирован, газифицируется он с 2012 года, как раз когда вот пришел губернатор, когда заключил соглашение с Алексеем Милем, потому что наш губернатор Сергей Жвачкин, он выходец из Газпромовской команды, ему, скорее всего, получается, что намного проще было договориться с этим вопросом. Ждать подключения жителям иногда приходится по несколько лет. Процесс постепенный. Разводку по районам делают местные власти, а магистральные трубы прокладывает Газпром. У нас порядка 13 тысяч индивидуальных домовладений. Это в Томске и пригородах. И порядка 20 тысяч квартир газифицированных в многоквартирном фонде. Природный газ мы ежегодно подаем дополнительным тысячи потребителей примерно. С 2014 года в Томской области выдают газовые сертификаты для льготников. 15, 30 и 60 тысяч, в зависимости от состава семьи и доходов. Кроме этого, на газификацию дома можно потратить 100 тысяч рублей регионального материнского капитала за третьего и четвертого ребенка. А почему нельзя газифицировать разом, весь частный сет? Все зависит именно от финансирования. То есть строительство сетей – это достаточно дорогостоящие мероприятия, в любом случае для муниципалитета. И выполнить разом все это, наверное, просто не представляется возможным. На природный газ в Томске переводят не только частный сектор, но и пятиэтажки с газгольдерами во дворах, куда раньше привозили жиженый газ. А эти многоэтажки на московском тракте – пока коммунальная экзотика даже для Томска. У них есть собственная котельная. Мы заметили их по белому дыму из небольших труб на крыше и решили поговорить с жильцами. Как вы отапливаетесь? Получается, у нас газовый котел стоит над первым подъездом. Мы берем от города только холодную воду, котельная у нас разрывается, и отопление, и все. И горячая вода, и отопление, и все. Все самостоятельное, да. И это выгодно? Безумно выгодно. Почему? Очень маленькая платежка приходит. Сколько выходит? Ну, какие-то цифры. Так, квадратов 50, в районе 5000 в самый холодный сезон. Это все, вся платежка. Вместе с электричеством, с вывозом мусора, обслуживанием подъездов. А готовите на чем-то тоже на газу? Нет, электричество. У меня у свекрови 70 с чем-то. Так у нее вот в январе вышла платежка в районе 10 тысяч только отопления. Она вообще в шоке. Там страшный перетоп получается. А у нас, благодаря тому, что мы самостоятельные, у нас от погоды регулируют то потеплее, то похолоднее. А еще, когда в городе отключают, отключают, когда топление, или наоборот, еще не включают, у нас оно уже есть, потому что мы самостоятельно регулируем все. Центральное отопление и горячую воду в Томске дают две ТЭЦ и ГРЭС. Все они принадлежат компании «Томская генерация». ТЭЦ-1 и ТЭЦ-3 полностью работают на газе. ГРЭС может работать и на газе, и на угле. И использует оба вида топлива. Из-за стоимости газа полностью отказаться от угля энергетики не могут. Что касается ГРЭС-2, основным видом топлива является уголь. Газификация прошла в 80-м году, в 80-х годах. Но по доле сжигания, если посмотреть именно станции одной, то где-то получается 45 угля, 55 газа. Если в целом в балансе посмотреть по «Томской генерации», то получается где-то 74% это касается газа, и 26% это уголь. В условиях низких температур, да, для маневренности, например, поднятия нагрузки, мы можем добавить газа по согласованию с газовиками. 400 лет «Томску» исполнилось в 2004 году. И центр города здесь очень старый, да еще и построен на болоте. Отсюда множество коммунальных проблем. Но одну, которая перевешивает остальные, здесь решили. В «Томске» дышится легко. И по мере газификации город будет становиться только чище. Продолжение следует...